светлана насколько кондитерская категория сейчас весомая часть рынка и как она меняется скажем за последний год полтора вот с тех пор как у нас самые такие последние значимые изменения произошли ну кондитерский рынок конечно меняется но в целом его доля последние годы сильно не менялась россиянин не может без кондитерских изделий мы любим себя баловать мы любим себя утешать кондитерскими изделиями это к сожалению так плюс в нашей культуре потребление кондитерских изделий это наша неотъемлемая часть нашего культурного кода поэтому несмотря на то что какие-то кондитерские изделия падают в производстве какие-то растут понятно что в силу стагнации доходов населения на первое место выходят более дешевые кондитерские изделия то есть не премиальный сегмент но в то же время часть населения наоборот хочет позволить себе премиальный шоколад импортный он до сих пор у нас есть стране его активный возят несмотря на уход некоторых компаний все равно очень хочется сделать вид что есть зож шоколад потому что этот тренд который также отражается потому что с одной стороны я вроде ем что-то не очень полезное но в то же время полезное сниженным содержанием сахара то есть не сладкое сладкое не сладкое сладкое да поэтому в действительности кондитерский рынок не подвинет не настолько подвержен каким-то таким большим потрясением потому что несмотря на то что стоимость кондитерских изделий растет потребитель все равно будет их покупать и покупай но вы сказали с изменением но мы же столкнулись с тем что у нас каких-то брендов которые раньше были теперь нет а есть их замена вот насколько в целом справились с тем чтобы и как вообще действуют этой ситуации наши производители ну в кондитерской отрасли все-таки не настолько сильно пока поменялась парадигма более плавно выводится международные бренды с российского рынка мы еще можем встретить параллельно и известные нам с детства да там уже на протяжении многих десятилетий шоколадные батончики но в то же время на рынке появляются скажем так то что мы называем вынужденное брендозамещение когда компании которые изменили стратегию работы россии продолжили работать у нас они все равно не бросают российского потребителя и российской персонал но бренды меняют то есть получается меняется упаковка несодержимая да нет все равно конечно функционально рецептура меняется ну потому что составляющая бренда это не только название но и полностью его вся составляющая не только обертка но и внутренности поэтому даже напиток со вкусом колы который мы получили взамен отмельчается от напитка который мы знали раньше да все равно рецептура изменилась то же самое происходит кондитерских изделиях на замену одного шоколадного батончика мы получаем замену другого он в принципе может быть похож на тот что был раньше но в целом все равно рецептура немного меняется опять же в силу еще и не нарушения требований международного до том числе законодательства потому что компании стараются ему соответствовать но есть другой пример на наш взгляд негативно это мимикрия когда какие-то наши отечественные производители чаще всего это небольшие производители начинают выпускать на рынок а продукцию часто это кондитерская продукция до смешать до степени смешения похожую на ту которой мы привыкли визуально цветовая вся калибровка как выглядит упаковка шрифт вот полное полное копирование только может быть да использовать другое слово и немножко поиграть с названием но потребитель может заподозрить что это как раз такая правильная брендозамещение и взять этот продукт и возможно будет разочарован в его потребительских качествах он будет такой вкусный не такой интересный и совсем не такой которым он привык это может негативно сложиться и уже на других продуктах этого бренда потому что если потребитель будет разочарован в какой-то одной шоколадки или печенье от какого-то производителя он может не доверять уже и другим его продукт то есть вы бы предостерегли когда я считаю что правильно делать продукт на десятилетия да можно на хайпе быстро получить какую-то быструю прибыль возможно она даже будет достаточно неплохой но в каком-то измерении но в целом мы видим прекрасные примеры российских компаний которые последовательно многие годы производят свои бренды выводят на них на новинки да это кондитерские компании которые есть у нас в россии еще с советских времен есть какие-то более новые компании но они ведут последовательную стратегию по расширению и продвижению своего собственного ассортимента уникального ассортимента который как раз и любит потребитель если посмотреть на рейтинге мы как раз увидим такие компании они те которые пытаются что-то там быстренько заместить а покупатели сейчас что выбирает все таки если у вас есть какие-то данные это привычные знакомые либо они наоборот что-то что-то новенького в целом по нашим данным и по данным наших коллег потребители сейчас конечно пробуют много на видок ну и в принципе и кондитерская отрасль она такая достаточно новинкой емкой там всегда покупатель склонен к каким-то интересным соприкосновениям новым какой-то новый вкус новая обертка хотя часто он потом возвращается классическим своим любимым вкусом но стоит понимать что для потребителя важны еще и стабильность качества поэтому необходимо за этим тоже следить а то что касается каких-то трендов понятно что зож заигрывание скажем так зож потому что кондитерская отрасль зож это все-таки немножко противоположные группы товаров хотя если смотреть глубже назад что зож это просто правильное сбалансированное питание и шоколадка тебя не убьет ну если ты ее не целиком съешь одновременно маленькие упаковки потому что купить большой торт это дорого а купить какую-то порционное изделие это очень даже неплохо чтобы себя побаловать кроме того растет процент населения который живет в одиночестве и им просто не нужно большее количество того или иного товара то есть это предложение от производителей или это потребность потребителя как ну вы знаете идет давнешний спор что что первее то что даст производитель или то что купит покупатель или он что хочет на самом деле это такие пути навстречу на на мой взгляд потому что какие-то тренды действительно инициирует потребитель производитель запускает какую-то новинку запускает какой-то новый вид товара и все вдруг хотят его покупать и начинают все его производить это идет такая цикличное развитие какого-то тренда но очень часто мы потребители также следят за экономической ситуацией мы понимаем что доходы не растут плюс мы видим что население опять же не растет одиночное проживание поэтому тут они идут друг другу навстречу но лучше продать несколько маленьких капкейков чем один торт который возможно никто не купит просто потому что такой объем товара никому будет не нужен вот и вы сказали что люди склонны этой категории к новинкам а вообще в целом местах смотреть на рынок то новинки это сейчас что вот это должен быть какой-то не знаю новый вкус или это должна быть какая-то новая упаковка или это в принципе какой-то новый продукт которого вот но раньше не было на что сейчас ориентируется ну в целом мы видим что производители идут в разные совершенно стороны но чаще всего это новые вкусы новые сочетания вкусов и новые сочетания фактур ну то есть хрустящие с мягким там суфле в шоколаде с печеньем ну что-то такое чтобы был эффект вау плюс естественно разные вкусовые ощущения когда сочетаются часто непривычные да когда в конфеты добавляется допустим растения или какие-то специи которые обычно непривычно да там российскому потребителю такие эффекты но и еще мы наблюдаем интерес к упаковке тугоу которая тоже делает такую импульсную покупку они могут быть в прикасовой зоне они могут быть на сайте еще где-то ну там онлайн магазине когда потребитель понимает что он на бегу всегда может попробовать вот это кондитерское изделие а если еще упаковка с зиплоком каким-то многоразовая то это вообще может быть большим успехом потому что даже классическим продуктом кондитерским да как не знаю сушка очень часто задают вопрос почему нельзя ее обратно запечатать она же просыпается и потребителям обязательно важно чтобы их какие-то внутренние потребности учитывались а производитель должен за ними следить и стараться их соответственно раскрыть но и опять же новые вкусы даже в классических продуктах не зря международные компании в своих классических батончиках которые прекрасно продаются во всех странах всегда вводят какие-то эксклюзивные серийные производства какие-то новые вкусы новый вид шоколада просто для того чтобы придать свежести и привлечь новые аудитории к своему классическому продукту у вас в выступлении еще большой блок был про собственно торговые марки сетей вот в стм сети сейчас с этой категории как работает из они ищут дешевле или ищут замену или ищут просто что-то новое как это все происходит ну на мой взгляд на самом деле в кондитерских изделиях в дешевых торговые сети были давно уже представлены да вот в низком ценовом сегменте сейчас все больше новинок ритейлеры выводят именно в высоком ценовом сегменте в премиальном шоколаде мы видим это десятки лидеров там есть как именно классические стм под брендом торговой сети там или под зодничным брендом так эксклюзивные торговые марки которые представлены и сделаны разработаны именно для конкретной торговой сети это уже не настолько дешевый товар это на самом деле реально товар премиального качества где очень активно работают со вкусами с текстурой с купажом тех же там какао-бобов что также отражается но все-таки стоимость вот этих предложений немного дешевле чем а и б бренды поэтому покупатель будет делать естественно предпочтение в сторону них потому что качество будет соответствовать их потребности а цена будет их приятно радовать еще во время выступления вы сказали что рынок общественного питания сейчас растет за счет чего это происходит ну смотрите по нашим оценкам в прошлом году рынок общественного питания вырос на девять с половиной процентов это уже в сопоставимых ценах за исключением инфляции рос он и как на фоне низкой базы 21 года потому что тогда еще были последствия к вида заведения открывались все еще до перезапускались многие но также мы видим значительный рост цен на блюдо да и уже даже те блюда которые всегда были такими маркерами цены стали значительно дешевле дороже чем они были ранее плюс перестройка на рынке но в то же время в учет того что мы живем достаточно стрессовым и очень быстром ритме потребитель не готов отказываться и еще и вот такого способа себя побаловать расслабить и там получить какой-то новый инсайт в виде удовольствия как посещение заведения общественного питания конечно мы видим что переток идет между заведениями и больше играют заведение уже кср то есть фастфудное направление пиццерии да даже шавермы уже являются таким хорошим замене иногда других каких-то заведений потому что они становятся более цивилизованными нежели были там 5-10 лет назад поэтому действительно потребители продолжаются радовать ну и конечно кофейный сегмент безусловно кофе ту гоу является уже таким нашим ежедневным рутинным необходимым для нас предметом когда мы идем покупаем любимый кофе и идем с ним на любимую я надеюсь работу вот вы уже части сказали что не советовали бы производителям мимикрировать если задумываетесь там о какой-то репутации какие еще советы исходя вот из всей изученной информации вы могли бы дать тем кто сейчас производит либо продает товары из кондитерской категории нужно выбрать какую-то одну максимум две стратегии и исследовать им к сожалению понятно что сейчас горизонт планирования очень нестабильный у кого-то он иногда недели у кого-то две но все-таки лучше иметь в запасе несколько строй ну несколько версий стратегии более краткосрочная и более долгосрочная какие бы неприятности какие бы сложности не были на рынке мы все-таки работаем с рынком продуктов питания люди едят всегда это наша жизненная необходимость поэтому удовлетворять эту потребность необходимо важно и когда вы думаете о том что делать думаете о том будете ли вы это сами есть и будете ли вы долго есть это с перспективе потому что работать на один день не получится потребитель уже требует к себе более внимательного отношения поэтому в вашей стратегии обязательно должен быть заложен тренд и все особенности потребительских инициатив то есть это должно быть здорово это должно быть полезно это должно быть вкусно и это должно быть постоянно потому что когда вы один день покупать одну сосиску или конфету и через две недели вы покупаете этот же продукт и он имеет совершенно другое качество так быть не должно то есть у вас всегда должна быть четкая стратегия качества продуктов и прослеженности и еще вкладывайте свои собственные бренды и свои собственные коммуникации со своими покупателями это в дальнейшем все равно принесет вам лучшие дивиденды чем там мимикрия или просто временный какой-то хайп который скорее всего все равно не даст каких-то дальнейших перспектив спасибо большое за вашу точку зрения спасибо